Главный ресурс современного капитализма. Дураки. Статья из группы ВВК. Большая игра. История общества и искусства. Профессор Катасонов рассказал, что любит задавать студентам такой вопрос. Что является главным ресурсом современной экономики? Ответы разные. Нефть, деньги, знания и все мимо. Главный ресурс современной экономики, торжественно возглашает профессор, это дурак. Ему можно впарить все. Смех в зале. Забавно, правда? А на самом деле это не шутка, а как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Мотором современного развития являются невежество и мракобесие. Остановим ее и расспросим, как дошла ты до жизни такой? Человечество достигло максимума своей научно-технической мощи в 60-е годы 20 века. После этого ничего радикального в науке и технике не произошло. Движущей силой этого развития была ракетно-ядерная гонка. Символом и апофеозом научно-технической мощи был выход человека в космос. В это время научная профессия была самой модной и престижной. Бородатые физики были героями книг и фильмов. Их любили девушки. Им подражали юноши, обдумывающие житие. Я помню, насколько был моден космос в мое детство, в 60-е годы. Мы знали на память всех космонавтов. Я, помнится, выпускала стенгазету с заголовком, которым очень гордилась. «Новая веха космической эры. Радиограмма с далекой Венеры». Был огромный спрос на инженеров-физиков, математиков. Именно физик был в те времена современной версией добра молодца. Каждая эпоха порождает свою версию героя нашего времени. Так вот, тогда это был ученый-физик. Лучшие, умнейшие поступали в матч-школы, а потом в какой-нибудь МИФИ или МФТИ. Очевидно, чтобы один стал мировым чемпионом, тысячи должны играть в футбол во дворовой команде. Точно в дворовой команде. Точно так, и чтобы один совершил мировое открытие, мириады должны выйти на старт. Прилично учить физику, математику, морщить лоб над задачкой из журнала «Квант», стремиться к победе в районной Олимпиаде. И все эти занятия должны быть модными, уважаемыми, престижными. Так тогда и было. Быть умным считалось модно. В мое детство был альманах «Хочу все знать». Там писали по большей части о науке и технике. И дети в самом деле хотели это знать. Уже в 70-е годы словно закончилась горючая в ракете, и она вышла на баллистическую орбиту. Все шло вроде по-прежнему, но шло по инерции. Душа мира ушла из этой сферы жизни. Напряжение ракетно-ядерной гонки начало сходить на нет. Постепенно ядерные сверхдержавы перестали взаправду бояться друг друга и ожидать друг от друга ядерного удара. Страх стал скорее ритуальным. Советской угрозой пугали избирателей и конгрессменов в Америке происками империализма в СССР. То есть гонка вооружений продолжалась. Большое дело вообще обладает колоссальной инерцией. Просто так его не остановишь. Вон у нас советская жизнь до сих пор не до конца развалилась. Я имею ввиду и техническую инфраструктуру, и броделевские структуры повседневности. Гонка вооружений продолжалась. Но такого, чтобы министр обороны США выбросился из окна с криком «Русские идут!» Такого уже быть не могло. Гонка вооружений со временем утратила свою пассионарность. Стала делом не боевым, а все больше бюрократическим. Научно-технические требования правительств к своим научным сообществам понижались. Политическое руководство уже не говорило ученым, как «товарищ Берия товарищу Королеву, сидя в укрытии на атомном полигоне. Если эта штука не взорвется, я тебе голову оторву». Соответственно, и научная профессия, оставаясь по-прежнему престижной, все более и более становилась просто одной из профессий. Не более того. Из аналог истории нашей семьи. Отец и дядя моего мужа на рубеже в начале 50-х годов поступили в институты. Мой свекр в Бауманский, а его брат в МГИМО. Так вот, тот, кто поступил в Бауманский, считался в своем окружении более удачливым и, так сказать, крутым, чем тот, кто поступил в МГИМО. Уже в мое время, в 70-х годах, шкала престижа изменилась на обратную. Проявлением этого нового духа оказалась знаменитая разрядка напряженности, под знаком которой прошли 70-е годы. В серьез военную угрозу никто не верил, не строил бункеры в огороде, не запасался противогазами. Тогда восторженные певцы разрядки говорили, что это истинное окончание Второй мировой войны, истинный переход к миру. Вполне возможно, в духовном, психологическом смысле именно так и было. Соответственно, и мода на науку, на естественное техническое знание, на научный образ мышления постепенно сходила на нет. Наука ведь не способна развиваться на собственной основе, из себя. Задачи всегда ставятся извне. В подавляющем большинстве случаев эти задачи – совершенствование военной техники. Из себя научное сообщество способно породить только то, что называется удовлетворением собственного любопытства за казенный счет. В 60-е и 70-е годы научный способ мышления, то есть вера в познаваемость мира, в эксперименты, логическую его интерпретацию, все больше уступала месту разного рода эзотерическим знаниям, мистике, восточным учениям. Рационализм и свойственной науке позитивизм стал активно расшатываться. В Советском Союзе это официально не дозволялось, что только подогревало интерес. Великий бытописатель советского общества Юрий Трифонов запечатлел этот переход в своих городских повестях. Инженеры, научные работники, герои его повестей вдруг дружно впадают в мистику, эзотерику, организуют спиритические сеансы. На Западе в это же время распространилась мода на буддизм, йогу и тому подобные учения, далекие от рационализма и научного подхода к действительности. Это было одно из предпосылок того, что произошло дальше. Были и другие мощные предпосылки. Жить стало лучше, жить стало веселей. Примерно в 60-е годы прогрессивное человечество настигло своеобразную напасть. Примерно в 60-е, 70-е годы в ведущих капиталистических странах случилось то, чего не оно человечество не знало с момента изгнания из рая. То, что об этом никто не трубил и не трубит, лишний раз подтверждает неоспоримое. И в своей маленькой жизни, и в общей жизни человечества люди отцеживают пустяки, а большое и главное даже не замечают. Так что же такое случилось? Случилось страшное. Базовые бытовые потребности подавляющего большинства обывателей оказались удовлетворенными. Что значит базовые? Это значит естественные и разумные. Потребности в достаточной и здоровой пище, в нормальной и даже не лишенной определенной красоты одежде по сезону, в достаточно просторном и гигиеничном жилье. У семьи завелись автомобили, бытовая техника. Еще в 50-е и в 60-е годы это было американской мечтой. Мечтой в смысле доступным далеко не всем. В Англии 50-х годов даже родилось такое слово субтопия, склеенное из двух слов. Пригород и утопия. Мечта о собственном домике в пригороде, оснащенном всеми современными удобствами. Пару лет назад блогер Дивов разместил в своем журнале интересный материал на эту тему. Это перевод фрагмента воспоминаний о жизни в Англии в провинциальном шахтерском городке рубежа 50-х и 60-х годов. Так вот там на весь городок была одна ванная. Удобства у всех жителей были на дворе. Содержимое ночных горшков к утру покрывалось льдом. Мама стирала в корыте, фрукты покупались только когда кто-то заболевал, а цветы когда умирал. Так вот, достаточный житейский комфорт и обеспеченность стали доступны примерно двум третьим населения в конце 60-х, начале 70-х годов. С напряжением, с изворотами, но доступны. Речь, разумеется, идет о золотом миллиарде. Прежде этого не было никогда в истории и нигде в мире. До этого нормой жизни простолюдинов была бедность и повседневная напряженная борьба за кусок хлеба. Так было во всех, подчеркиваю, всех странах мира. Перечитайте под этим углом зрения реалистическую литературу от Гюго и Диккенса до Ремарка и Драйзера. Прочитайте римские рассказы 50-х годов итальянского писателя Альберта Моравия. И вам все станет ясно. И вот все дивно изменилось. Нормальный, средний работающий обыватель получил сносное жилье, оснащенное современными удобствами и бытовой техникой. Он стал прилично питаться, стал покупать новую одежду. Мне доводилось беседовать с пожилыми европейцами, которые помнят этот тектонический сдвиг, этот эпохальный переход, этот... Даже не знаю, как его назвать. До того он эпохальный. Помню, один итальянец рассказывал, как после войны у него была мечта съесть большую тарелку щедро сдобренных сливочным маслом макарон. А на излете 60-х годов он вдруг обнаружил, что дословно у меня ничего не отсутствует. А это ужасно. Что же получается? Человек отодвигает тарелку и говорит, спасибо, я сыт. Что же дальше? Иными словами, модель развития, основанная на удовлетворении нормальных потребностей на заработанные людьми деньги, исчерпала себя. У людей не было и не предвиделось ни роста наличных денег, ни роста потребностей. Бизнес мог расти только с ростом населения, которое тоже, как назло, прекратило рост в развитых странах. Достоевский в подростке пророчил. Наездцы человек и спросит. А что же дальше? Смысл ему жизни подавай? Или иные какие цели? Но в реальности спросил не человек. Его опередили. Опередил глобальный бизнес. Он первый спросил, что дальше? И первый нашел ответ. Капитализм не может существовать без экспансии. Глобальному бизнесу нужны новые и новые рынки сбыта. И эти рынки были найдены. Они были найдены не за морями. Там уже было к тому времени нечего ловить. А в душах людей. Капитализм начал уже не удовлетворять, а создавать все новые и новые потребности. И триумфально их удовлетворять. Так, операторами сотовой связи создана потребность непрерывно болтать по телефону. Фармацевтическими корпорациями потребность постоянно глотать таблетки. Фабрикантами одежды менять ее чуть не каждый день и уж во всяком случае каждый сезон. Можно также создавать новые опасности и защищать от них с помощью соответствующих товаров. Защищают от всего. От перхоти, от микробов, в унитазе, от излучения сотового телефона. Как маркетолог могу сказать, что на российском рынке лучше всего идет модель бегства от опасности. На первый план вышел маркетинг. Что такое маркетинг? В сущности, это учение о том, как впендюрить ненужное. То есть, как сделать так, чтобы ненужное показалось нужным и его купили. Почему маркетинга не было раньше, в 19-м, положим, веке? Да потому, что нужды в нем не было. Тогда производились нужные товары и удовлетворялись реальные потребности. А когда нужно стало выдумывать потребности ложные, вот тогда и понадобился маркетинг. Такова же роль тотальной рекламы. Маркетологи испытывают профессиональную гордость. Мы не удовлетворяем потребности, мы их создаем. Это в самом деле так. Для того, чтобы люди покупали, что попало, разумные доводы отменили. Поскольку речь идет о навязанных и ложных потребностях, рационально обсуждать их опасно. Очень легко может оказаться, что они ложные, а то, о чем говорят, не существует в природе и вообще не может существовать в силу законов природы. Навязывание потребностей происходит строго на эмоциональном уровне. Реклама апеллирует к эмоциям, это более низкий пласт психики, чем разум. Ниже эмоций, только инстинкты. Сегодня реклама все больше апеллирует прямо к ним. Для того, чтобы процесс шел быстрее, бодрее, необходимо устранить препятствия в виде рационального сознания, привычек критического мышления и научных знаний, распространенных в массах. Очень хорошо, что эти привычки и знания стали расшатываться еще на предыдущем этапе. Все это мешает глобальной экспансии капитализма, это мешает продавать горы ненужных и пустых вещей. А вообще, включать критическое и рациональное мышление сегодня не требуется. Это не модно, не современно, не тренд. С. Г. Карамурза постоянно говорит о манипуляции сознанием. Собственно, одноименная книжка и принесла ему известность. Это не совсем так. Глобальный капитализм замахивается на задачу более амбициозную, чем манипуляция сознанием. Манипуляция сознанием – это все-таки точечное жульничество, разовая подтасовка. А сейчас речь идет о глобальном формировании идеального потребителя, полностью лишенного рационального сознания и научных знаний о мире. Известный философ Александр Зиновьев верно сказал, что идеальный потребитель – это что-то вроде трубы, в которую с одного конца закачиваются товары, а из другого они со свистом вылетают на свалку. Кто такой идеальный потребитель? Это абсолютно невежественный, жизнерадостный придурок, живущий элементарными эмоциями и жаждой новизны. Можно сказать, не придурок, а деликатнее, шестилетний ребенок. Но если в 30 лет у тебя психика шестилетнего, ты все равно придурок, как не деликатничай. У него гладкая, не обезображенная лишними мыслями физиономия, обритая бритвой жилет, белозубая улыбка, обработанная соответствующей зубной пастой. Он бодр, позитивен, динамичен и всегда готов потреблять. Он должен постоянно перекусывать, испытывая райское наслаждение и при этом героически бороться с лишним весом. И при этом не замечать идиотизма своего поведения. Он должен постоянно болтать по телефону и при этом иступленно экономить на услугах сутовой связи. Он должен, это уже скорее она, непрерывно защищать своих близких от микробов, что вообще-то совершенно не требуется и даже вредно. И главное, он должен верить, верить всему, что ему скажут, не требуя доказательств. Вообще, самый феномен рационального доказательства, который когда-то был большим достижением античной цивилизации, с тех пор не разрывен с мыслящим человечеством, на голосах угасает и грозит, исчезнет. Люди уже не испытывают в нем потребности. СМИ – виртуальный остров дураков. Для воспитания позитивного гедониста, идеального потребителя, который непрерывно радует себя покупками, обжирается и при этом активно худеет, не замечая нелепости своего поведения, необходима повседневная, целенаправленная работа по оболваниванию масс. Главнейшую роль в этом деле играет телевидение, как наиболее потребляемое СМИ, но этим дело не ограничивается. Потребление, не сказать духовного, но скажем виртуального продукта, должно тоже непрестанно радовать или во всяком случае не огорчать затруднительностью, непонятностью, сложностью. Все должно быть радостно и позитивно. Любая информация, о чем угодно, должна низводить все до уровня элементарной жвачки. Например, любые великие люди должны представать как объект кухонных пересудов, как такие же простые и глуповатые, как сами зрители, и даже не сами зрители, а как те идеальные потребители, которых из зрителей планируется вырастить. Ни о чем потребитель не должен сказать. Этого я не понимаю или в этом не разбираюсь. Это было бы огорчительно и непозитивно. Когда-то Максим Горький писал, что есть два типа подхода к созданию литературы и прессы для народа. Буржуазный подход – это стараться опустить тексты до уровня читателя. А второй подход – советский – поднять читателя до уровня литературы. Советские писатели и журналисты, считал Горький, должны поднимать читателя до уровня понимания настоящей литературы и вообще серьезных текстов. Современные СМИ не опускаются до наличного уровня читателя. Они активно тянут этого читателя вниз. Все шире распространяются книжки-картинки, но не для трехлеток, как это было всегда, а для взрослых. Например, удачное издание этого типа – последний период новейшей истории СССР и России в картинках от телеведущего Парфенова. В сущности, современные СМИ – это виртуальный остров дураков, блистательно описанный Николаем Носовым в Незнайке на Луне. Главный ресурс современного капитализма – дураки. Статья из группы ВВК «Большая игра. История общества искусства». Продолжение следует...